Вы знаете, волна и доски, это наверное не мое, под зонтиком, с коктейльчиком, а может мне кажется волны очень дожь. Так, все в порядке, все нормально, начинаем. Привет, я София, ты на канале Мэджи Пэтс, это Киса Алиса. Да, привет, а это моя подруга Юмичу, 50 тысяч лайков и она съест червя. Ставь лайк на это видео, а в комментариях пиши, кто из нас выполнит какой челлендж. И на канал обязательно подписывайся, скоро нас тут будет 3 миллиона. Так, я не знаю как вы, но я лично хочу в отпуск, я буду чемодан собирать. А меня Аня записала в кошачью школу, так что лично мне надо учиться. Ой, да ну вас, а я лучше дома потусуюсь, с моей новой подружкой, нам с ней так весело. Че это еще за подружка? Маруся, кто? Вы что, еще не познакомились? Ни с кем я не знакомилась, это моя новенькая умная колонка ВК капсула Нео с Марусей. Ой, да ну тебя, Софи, с твоими шутками дружить с колонкой, ерунда какая. Ничего ты не понимаешь, знаешь как нам с ней прикольно. Ну и че вы с ней делаете? Смотри, а ну-ка, Маруся, включи мою любимую музыку. Слушаем вашу музыку ВКонтакте. Это любовь, самообман, и в то утро я буду пьяна. Ну, понятно, это же колонка, че еще с ней делать? Маруся, покажи глазки. Ой, она что, как живая? Ага, интересно. Смотри как я украсила свою капсулу Нео. У меня тут такие классные стикеры и персонаж пёсик Спотти. А если я хочу свой стиль, а не как у тебя? Вечно ты ворчишь. Можно и другое выбрать, там аж пять разных персонажей с разными стикерами. Ммм, Маруся, а расскажи интересный факт. А вы знали, что пёс Хатика, про которого снят фильм, действительно существовал? Каждый день он провожал хозяина до входа на станцию, а затем вновь возвращался, чтобы встретить. Да так и я умею, да? А вот ты знаешь, есть ли у дельфинов уши? Откуда я знаю? Я тебе тут не энциклопедия. А вот она знает все. Маруся, сколько весит слон? В среднем вес взрослого слона колеблется в пределах двух целых и пяти десятых минус семь тонн. При этом самки весят почти вдвое меньше, чем самцы. Ой, у меня тут от тебя в ВК сообщение. Пойдем гулять. Как ты его послала, если ты тут? А я Марусе сказала это сделать. Как это? Я же говорю, она умная. А знаешь, как мы с ней играем классно? Маруся, сыграем в города? Давайте сыграем. Начнем мой город Харовск. Калуга. Точно. А я вам на это скажу Ордон. Ой, да ну одна игра небось. Неа. Что, и верю-неверю может? Да она в кучу игр может. А еще, смотри, Маруся, как говорит панда. Ого, ну и что? С английским для школы она мне точно не поможет. Это твоя Маруся. Ха-ха. Смотри, Маруся, как будет по-английски дружба? Дружба в переводе на английский. Френчер. Так, все, хватит. Ага, признайся, нравится тебе? Отстань. Хочешь же свою собственную Марусю, да? Да. Все хотят. Она крутая. Можно украшать, как захочешь. Глазки миленькие и звук классный. Ответит на любой вопрос. Просто поболтает, если скучно. Поиграет, с английским поможет. Не дорознись. У меня денег в копилке на нее не хватит. Да ты чего? Она вообще недорогая. Все могут купить. Еще и промокод на скидку есть. Правда? Ага, давай тебе закажем. И нашим подписчикам оставим ссылку и промокод в описании, чтобы у них тоже была своя Маруся. Крутяк. ВК-капсула Нео с Марусей? Просто маст хэв для любого подростка и супер подарок любому ребенку. Пойду тебе закажу. Эй, Маруся, расскажи сказку. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. А я наконец-то собрала свой чемодан. Рубрика 100 моей сумочки для отпуска. Тут у меня водичка. С собой возьму поилочку в самолет. Мало ли там пить не дадут. Тут у меня в кармашке тарелка своя. Вдруг нигде тарелок не будет. Из чего я буду есть? Я взяла с собой ручку, зубную щетку и развил кусочкой. Вдруг они там руками едят? Полотенчика в отпуск. Обязательно надо взять моего любимого цвета желтого. Вдруг в моем отеле не будет полотенец. Счем мне на пляж ходить? А еще для пляжа я взяла вот такую тряпку. Чтобы стелить ее себе в виде моего любимого Пикачу. Вот так буду на пляже ложиться на нее. И загорать на солнышке. По-моему супер идея, да? Купальник. Как в отпуск без купальника? Не буду же я голая на пляже. Только у меня своего не было. Пришлось розовый у Софи одолжить. Надеюсь, он не будет как раз. Сделаю фотку в купальнике для инстаграма на пляже. Я даже кровать с собой взяла с постельным бельем. Мало ли мне негде спать будет. Пляжные игрушки. Обязательно любимый покемон. И даже на всякий случай фонарик. Мало ли что. Чемодан готов? Можно выезжать. Ну все, полетели. Пожелайте мне удачи. Фух. Проспала кучу часов, прилетели. О, а вот и пальмы. Начинается отпуск. Это мой отель. Ревизора покемона Юми. Что на месте? Что-то бассейн-то у вас грязноват. Ну ладно, я все равно в бассейне купаться не собираюсь. Завтра, наконец-то, пойду на море. Погнали на ресепшн. Здрасте. Я готова заселиться в свой номер. Итак, хаус-тур по моему отелю. Погнали. Точнее, ром-тур по номеру. Короче. У меня тут, скорее всего, есть вот такой диван. Он над диваном. Какой-то, какие-то волосы. Огромный парик висит, но диван норм. В гостиной у меня стол с пуфиками, а тарелку-то для воды мне поставили. Можно было не тащить тарелку, а то у меня и так был перевес в чемодане. Ну, миленько, можно тут посидеть, почитать, фильмец посмотреть. Тут опять какой-то огромный парик на стене висит. Зачем они стены волосами украшают? Непонятно. Ладно, погнали вану посмотрим. Ну, в общем, у меня тут душ стеклянный. Унитаз для моих КК-процедур. Ну, понимаете, да? Главное, туалетка есть. Зеркало. Какая я все-таки красивая. Стаканчик для моей супер-сёточки. А это моя экологичная делеганная кровать. У меня тут даже лампочка есть. Ладно, мне пора спать. Завтра утром гулять и на пляж. Ой, уже в утро. Пора топать на пляж. Только для начала надо найти, где он. Здравствуйте. Вы, случайно, не знаете, где тут пляж? Do you speak English? How do you do, а? Ладно, понятно. Вы мне не поможете. Так, сфотка для телегинов и кактуса. Надо мне забыть подарки привезти с отпуска. Копилки свиньи больше меня размером. Может, мне киселище свинью привезти? Хрю-хрю-хрю, свиней тут явно любят. О, я нашла подарок для Софи. Розовый цвет ее любимый, гитарка ей по размеру. Или барабан ей купить. Она сфотела на каком-нибудь инструменте научится играть. Вау, а это что такое? Это же чихуахуа. Это же наша порода. А что вы такие упаклазые-то? И ушастые. Они больше похожи на зайцев или оленей. Ладно, а что-то я загулялась, надо мне искать пляж. Ух ты, сколько фруктов, что-то жрать охота. Да, позавтракаем в этой кафешке. Заказала суп с курицей. Пахнет вкусненько. Лепешки мне тут принесли. Ммм, ням-ням-ням, нум-нум-нум. Ого, какая штука. Может, мне угнать такую тачку, покататься по городу. Че я пешком-то хожу? Только че-то она похожа больше на трактор. Надо че-то другое подыскать. О, вот это совсем другое дело. С ветерком прокатиться. На таком спорткаре без крыши. Только мне, наверное, голову оторвет. Может, это и не очень идея. А это че за прикол такой? Скелеты в разных одеждах. Мистику ребята любят. Крутяк. В целом городочек симпатичный. Саюлий-то называется. Оказывается, это серферский город. Надо мне найти школу серфинга и на серфе прокатиться. Так, че-то я устала на жаре этот пляж искать. Надо передохнуть немножко. А че это у вас все скамейки птицами закаканные? Да, уж даже присесть негде. Все обосрали. Так, скажется, серфинг-центр я нашла. Только че-то доски какие-то огромные. А мне вот это подходит. Детский размерчик. Так, здрасте-ка. Ну-ка, подскажите-ка, вы не знаете, где пляж? Ну и да ну тебя. О, привитос. Ты-то точно знаешь, где пляж, да? Speak English. How do you do? Where is the beach? Ладно, понятно, они все тут на испанском говорят. Потому что в Мексике говорят на испанском. Видали какие? Рога и черепа. Так, у нас на первый урок серфинга я записалась. Мы с моим учителем серфинга очень мило пообщались, провели время. И, если честно, серфить я больше не хочу. Спасибо, мне это не очень понравилось. Вы знаете, волна и доски, это, наверное, не мое. А есть тут где-то нормальный такой пляж, где можно просто покупаться, на шезлонге полежать, а? Мне один местный крутой пес сказал, где есть супер-пупер пляж для меня. Вот сейчас-то я отдохну по-настоящему, под зонтиком, в своем супер-купальничке, на лежачке, на своем полотенчике, с коктейльчиком, в солнечных очечках. Ладно, если так весь день лежать, можно и сгореть. Пойду-ка я, пожалуй, искупаюсь в море. Пляж тут классный, песок красивый. И вроде не такие уж сильные волны, а может, мне кажется, и волны очень, да, сильные. И вообще, что-то, что-то я уже перехотела купаться, надо меня поскорее доплыть до берега, пока меня не накрыло еще одной волной. Да, все-таки не самое лучшее место для отпуска. А, кажется, я трусы потеряла в море. Вот такая, вот эта, надеюсь, Софи не обидится на меня, что я ее купаю. Купальник потеряла. Гу, пляж теперь пойду, фу, позор какой, что же делать, а, космар, надо скорее добежать. Так, волотенца. Еще ветер подул, нету суммы, я больше тут купаться не хочу. Да уж. Весь отпуск, короче, я просидела в кресле рядом с отелем и просмотрела на море, потому что больше делать нечего, а купаться нельзя. Пойти, что ли, пожрать опять? Чем еще мне заняться теперь? Вот тебе и каникулы на море.